Приветствую вас, дорогие телезрители! Сегодня 7 августа. Вы смотрите программу День веков хронограф. Для вас ее проведем мы. Я, Юрий Смирнов. И я, Светлана Рудская. Программа День веков хронограф поздравляет с днем рождения всех, кто родился в этот день. Желаю вам всего самого хорошего, счастья, удачи. 7 августа родились многие известные люди прошлого и настоящего, среди которых... Констанция Галл, римский император. И немецкий географ Карл Риттер. Русский архитектор Федор Осипович Шехтер. Английский антрополог и археолог Луис Ликке. И русский поэт, писатель Константин Слученский. Немецкий художник-экспрессионист Эмиль Нольде. И российский химик Герман Гесс. И английский поэт, драматург, критик Джон Драйден. Сегодня 7 августа. В этот день мировой истории произошли следующие события. В 1485-м претендент на английский трон Генрих Тюдор, находившийся в изгнании, высадился с войском в Англии. И в 1560-м умерла первая жена Ивана IV, Анастасия Романова. В 1682-м году на престол зашел Петр I. И в 1782-м году, в день столетия со дня отступления на престол Петра I в Санкт-Петербурге, открыт памятник Медный всадник. И в 1826-м шеф русских жандармов Пенкендорф был назначен начальником 3-го отделения императорской канцелярии. В 1907-м русский физик Розинг получил патент за изобретение первой системы получения телевизионного изображения. И в 1932-м был принят закон об охране социалистической собственности. В 1941-м году летчик Виктор Талалихин совершил первый ночной таран в небе над Москвой. И в 1957-м в Бруклине был арестован советский шпион-резидент Рудольф Абель. В 1970-м был проведен первый компьютерный шахматный турнир. А в 1983-м было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об укреплении социалистической трудовой дисциплины. На календаре 7 августа вы смотрите программу «День веков хронограф». И теперь мы более подробно расскажем о событиях, которые произошли в российском государстве в былые времена в этот день. 7 августа 1560-го года умерла первая жена Ивана IV Анастасия Романова. После коронации Ивана IV в ядваре 1547-го года были разосланы грамоты, чтобы князья, бояре и дворяне прислали своих дочерей-девиц на осмотр наместникам. Последние делали выбор, отделяли из них красивых и отслали в Москву для избирания царю-невесты. Выбор Ивана Васильевича пал на Анастасию Романовну, Захарину Юрьеву, из древнего рода Романовых. Отец ее, Роман Юрьевич, был окольничем при Иване III. Бракосочетание царя и Анастасии Романовны было совершено митрополитом Макарием в феврале 1547-го года в Успенском соборе. Здоровье Анастасии Романовны было подорвано частыми родами, ее одолевали болезни. Поэтому последний ребенок, царевич Федор Иванович, оказался болезненным и слабоумным. В 1559 году царица серьезно заболела. Из-за московского пожара в 1560 году царицу увезли в село Коломенское, где она 7 августа скончалась, не дожив до 30 лет. Анастасию Романовну похоронили в Кремлевском Вознесенском монастыре. На ее похороны собралось множество народу. Как писали летописи, Бяша же о ней плащ немал, ибо была милостива и беззлоблива ко всем. Царь был привязан к первой жене и всю жизнь вспоминал о ней с любовью и сожалением. На похоронах ее Иван рыдал. И от великого стенания, и от жалости сердце едва держался на ногах. Вскоре после ее смерти царь женился на черкесской княжне Марии Тимрюковне. Когда же она умерла в 1569 году, царь начал брать себе жену одну за другой из среды своих подданных. Причем духовенство, не имевшее права венчать более двух или трех раз, вынуждалось царем давать ему благословения на незаконные браки. Всего у Ивана Грозного насчитывают семь жен. 7 августа 1720 года русский флот разбил шведов у Аланских островов. В этот день у острова Грингам произошло морское сражение между русским грибным флотом под командованием генерала Михаила Голицына и шведской эскадрой под командованием вице-адмирала Шеплата. Один линейный корабль, четыре фрегата и девять других судов. Недостаточно вооруженные галеры Голицына подверглись сильному артиллерийскому обстрелу шведской эскадры и отступили на мелководье. Шведские корабли последовали за ним. В мелководном районе более маневренные русские галеры перешли в решительную контратаку. Российские моряки смело бросились на абордаж и в рукопашные схватки овладели четырьмя шведскими фрегатами. Остальные корабли Шеплата поспешно отступили. Победа при Грингаме укрепила положение русского флота в восточной части Балтики и разрушила надежды Швеции одолеть Россию на морских просторах. По этому случаю Петр писал Меншикову. Правда, немалая Виктория может почесться, потому что при очах господ англичан, которые ровно шведов оборонили как их земли, так и флот. Грингамский бой стал последним крупным сражением Северной войны. Победа дала возможность русским войскам укрепиться в районе Аландских островов и ускорила заключение нештатского мира в 1721 году. На просторы Балтики вышла новая военная сила – Российский флот. В честь победы при Грингаме была выбита медаль с надписью «Прилежание и храбрость превосходят силу». Но прошло всего 20 лет и началась новая русско-шведская война 1741-43 годов. А 7 августа 1743 года по итогам этой войны был подписан Абовский мирный договор. Он был заключен в городе Абово русскими уполномоченными Румянцевым и Люерасом и шведскими представителями Цедеркрейцем и Нолькенаном. Война, которую Швеция начала с целью пересмотра условий нештатского мира, привела к ее полному военному поражению и оккупации русскими войсками всей территории Финляндии. Россия отвергла благоприятное для Швеции посредничество Франции и потребовала прямых переговоров. Отказавшись от первоначального стремления России присоединить всю Южную Финляндию, императрица Елизавета Петровна сделала главную ставку на требование избрания наследником шведского престола епископа Любекского Адольфа Фридриха, являвшегося ее родственником по линии мужа сестры Анны. Стремление упрочить русско-шведские отношения проявилось и в умеренных территориальных требованиях России. Согласно договору, русско-шведская граница была определена по реке Кюмине, что упрочило положение России на Балтийском море и в Прибалтике. 7 августа 1826 года шеф русских жандармов Александр Христофорович Бенкендорф назначен начальником третьего отделения императорской канцелярии. Начал Александр Христофорович свою карьеру на военном поприще. Он выдвинулся в качестве храброго боевого генерала еще при Александре Первом и в 1819 году получил звание царского генерала-адъютанта. Уже в это время Бенкендорф обнаружил вкус к делу тайной полиции, но поощрения не получил. Во время восстания декабристов он командовал частью правительственных войск. Затем был назначен членом Следственной комиссии по делу декабристов. На этом посту он сблизился с молодым царем. Николай I отметил его усердие в области охраны общественного порядка от различных вольнодумцев, назначив его главой созданного третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, могущественной карательной организации. Бенкендорф приглашал на службу в свое ведомство многих, особенно привечая вчерашних вольнодумцев. Заседая в Следственном комитете по делу декабристов и уразумев слабость российских карательных учреждений, Бенкендорф хотел создать непрезираемое сообщество шпионов, а уважаемое всеми авторитетное министерство полиции в интересах общественного блага. В 17 лет стоял Бенкендорф во главе третьего отделения. И, как это ни странно, не сумел приобрести не то что любви, а даже ненависти со стороны угнетавшихся третьим отделением. Объяснялось это тем, что очень скоро для всех стало ясно, что Бенкендорф фактически играет очень незначительную роль в жандармских делах. Это был человек дряблой воли, лишенный каких бы то ни благостарственных дарований, кроме безграничной преданности царю и умения снискать его дружбу. Бенкендорф